Добрый день! Сегодня четверг, 14 часов и, как всегда, по четвергам в это время в эфире программа «Экономика на пальцах». Сегодня наша программа будет не совсем обычная, во-первых, потому что это последняя программа в текущем году. Будем подводить экономические итоги 2012-го. Ну и, кроме того, сегодня мы проводим небольшой эксперимент. Около двух недель назад портал Тедбай выставил на благотворительный аукцион проекта «Майэсэнс» встречу с Сергеем Чалом в нашей студии. И вот победитель, сделавший самую большую ставку – 2 миллиона рублей, сегодня присутствует в нашей студии в качестве со-ведущего. Представляю вам с удовольствием наших сегодняшних ведущих. Неизменный ведущий программы «Экономика на пальцах» Сергей Чалой. Здравствуйте, Сергей. И его сегодняшний эфирный помощник Александр Кнырович, бизнес-ангел, соучредитель холдинга «Сармат». Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, как обычно, итоговая передача, вот, значит, как обычно, второй раз она у нас итоговая, вот, но, честно говоря, в этот раз не хотелось ее превращать, как обычно, в обсуждение каких-то событий, на самом деле. Я, в общем, готовясь к этой передаче, пересмотрел, что же в действительности в течение этого года происходило. Вот, на удивление такой пришел к такому интересному выводу, что, в принципе, был довольно скучный год в действительности, особенно если сравнивать с годом одиннадцатым, который был годом экономического кризиса. Так что, может быть, как раз и хорошо, что, в общем, событий было достаточно мало, вот, но в то же самое время довольно много было таких вещей, которые, в общем, скорее так происходили, ну, что ли, в сфере конкуренции каких-то идей, там, мыслей и моделей, вот, относительно, там, теоретических споров, даже, что, что будет там с белорусской экономикой, как и ее пересмотреть. Перспективы, там, в относительно среднесрочном перспективе, потому что, понятно, ведь, в общем, тут налоги какая, что, там, грубо говоря, был, там, пациент, условно говоря, наша экономика, там, ну, понятно, что у него был, там, набор хронических болезней, да, вот, в прошлом году у него, еще, по-моему, всего прочего, там, инсульт случился, вот, ну, от инсульта вроде как спасли, да, все вроде нормально, значит, там, пациент скорее жив оказался, чем мертв, но, в принципе, это хронические проблемы-то никуда не делись, и, в общем, когда стало ясно, что кризис, вот, в краткосрочной перспективе предотвратили, что никакой, там, новой, там, ее волны, там, не происходит, что, там, ждать какой-то следующей девальвации, не, там, смысла особого нет, но стало ясно, что, в общем, в действительности, как бы, а что, что же будет, скажем, не во временном горизонте, там, нескольких месяцев, а там, через год, два, три и так далее, вот, и неожиданно выяснилось, что, в общем, перспективы, там, на самом деле, далеко не радужные, вот, ну, по большому счету, причем, даже, пожалуй, они в некотором смысле похуже даже, чем, чем были до кризиса, ну, просто потому, что тут еще играет роль, как обычно, это бывает, такой, что ли, ну, психологический момент, да, то есть, как бы, вот, кризиса избежали, ждали, что, ну, вот, теперь-то уж точно заживем, да, и вдруг внезапно выясняется, что, на самом деле, источников экономического роста особых нет, и что, в общем-то, скорее всего, в том, в том, как бы, режиме, в котором мы оказались, и с теми доходами, которые у нас есть, там, не сильно в будущем, которые, там, особо, опять же, не ясно, откуда могут найтись источники их серьезного повышения, в реальном выражении, то есть, примерно то же самое, в общем, в будущем и ожидается. Ну, знаете, если можно, я от себя добавлю, пользуюсь вашей аналогией с больным, да, то больной накапливал, там, 10 лет с проблемы, они до 11-го года, собственно говоря, накопились, в 11-м году случился кризис, больного откачали, вроде как, там, прокапали, прочистили, и он был готов на какие-то трудовые подвиги, однако, для меня 12-й год, это год, когда стало понятно, что не случилось, что больной опять, ну, если можно так выразиться, запил, например. Ну, вот я бы, честно, нет, как раз я бы не сказал, что он запил в действительности, на самом-то деле, как раз наоборот, значит, основной-то вывод, который хотелось бы сделать по итогам вот этого года, это то, что, в общем-то, на самом-то деле, больной в действительности режим выдерживает достаточно неплохо, на удивление, потому что, если бы он запил, то я думаю, что следующий приступ он бы получил достаточно быстро. Ну, а можно в дискуссию вступить в этот момент? Ну, я просто хочу попытаться объяснить, как бы в этой передаче, попытаться свести, в общем, многие какие-то разрозненные идеи, которые были во многих предыдущих, и фактически, по большому счету, уже более чем полтора года этой передачи, вот какие-то концептуальные мысли о том, что, ведь, вот, очень важно понимать механизм функционирования вообще белорусской экономики и до-то, до кризиса, и потом, что с ним стало после этого, и как раз-таки, значит, я много времени тратил на объяснение того, как она устроена, она, в общем, устроена довольно достаточно специфически, в том смысле, что эта экономика, которая, в общем, строго говоря, она неоднородная, она гетерогенная, да, я даже такой термин применял двухчастная экономика, когда условно есть казенный сектор, ну, государственный, казенный, в данном смысле, как бы, гораздо более правильный термин, и независимый частный, в общем, вполне себе рыночный сектор. Тот, конечно же, совершенно не рыночный, функционирует, по большому счету, примерно так же, как функционировали социалистические предприятия, когда у них основной стимул было просто выполнение прогнозных показателей, да, которые не ориентировались на прибыль, им, грубо говоря, доводились планы выпуска, им под это дело выделялись ресурсы материальные и денежные, и вся их задача была просто директоров исполнять, собственно говоря, эти показатели. Ну и ориентированы более-менее на какую-то нарождающуюся рыночную экономику частный сектор. Так вот, проблема была как раз таки в том, что был очень серьезный перекос с одной стороны в сторону этого казенного сектора, а с другой стороны получалось, что они функционировали в очень неравных условиях. И фактически единой денежно-кредитной политики, там, бюджетной политики по отношению к этим секторам у нас даже и не было. То есть, если кредит для казенного сектора был практически неограничен и по большому счету бесплатен, то, ну, понятно, в силу того, что, в общем, как бы ресурсы, они в конечном счете конечный, да, то есть, естественно, оказывалось, что кредит дорог и ограничен для сектора частного. То есть, вот такая вот система. И вот, как раз таки, наличие вот, вот этой вот двухчастной экономики, когда фактически плюс еще сюда очень важно добавить, эта экономика функционировала все эти годы в режиме фактически фиксированного валютного курса, ну, по крайней мере, так декларировалось. Понятно, что этот фиксированный валютный курс периодически, значит, он там прерывался обвальными там девальвациями. Вот. Но зато вот эта модель, она позволяла, в принципе, достаточно долгое время функционировать, ну, создавая иллюзии роста и богатства. То бишь, пока курс фиксирован, пока у нас есть, значит, полностью управляемый подконтрольный казенный сектор, когда мы можем в рамках финансирования госпрограмм сколь угодно наращивать там государственные инвестиции, соответственно, тем самым стимулировать рост ВВП, тем самым стимулировать рост доходов населения. И пока это все происходит в номинальном выражении в рублях и курс стоит фиксированным, то создается ощущение, что, в общем... Люди богатства. Да, что мы, в общем, довольно хорошими темпами, скажем так, богатеем. Потом, конечно, происходил очередной обвал, после чего снова довольно быстрыми темпами накапливались эти дисбалансы и снова происходил обвал. Причем было видно, что, в общем, эти обвалы, они в последнее время становились все чаще. То есть, вот, девятый и одиннадцатый год, то есть, две девальвации на достаточно большом величину. Понятно, что одиннадцатая это вообще эпическая девальвация, трехкратная, но там, в принципе, двадцатипроцентная уже немало, на самом деле. Это очень серьезная корректировка. Вот. То есть, фактически, вот она так и жила. И что самое вот особенно важно было, вот если говорить как раз про пациента, какими же хроническими болезнями он болел. Это именно как раз таки сохранение, практически полное сохранение структуры вот этой вот советской экономики. То есть, грубо говоря, ни в отношениях ничего не менялось, ни в отношениях собственности, ни в структуре цен, по большому счету, и так далее, и так далее. Ну и плюс отсюда, раз так, значит, фактически государство задавало, куда распределяются ресурсы, соответственно, в целом понятно было, что в рамках всей экономики это распределение ресурсов было неэффективным, что, собственно говоря, мы увидели, когда произошла вот эта макрокорректировка, неожиданно оказалось, что доходы населения такие, что, в общем, вот только такую зарплату без того, чтобы кризисов создавать в очередной раз, наша экономика может себе позволить. Это, в общем, в целом как раз следствие того, что эти ресурсы распределяются в целом по экономике неэффективно. И второй момент, это искаженная система стимулов. То есть, вот два важных момента. Это низкая эффективность распределения ресурсов, искаженная система стимулов. Как я уже говорил, в казенном секторе ориентировки на прибыль, в общем, не происходит. И, скорее, даже основная, в общем, основная структура стимулов была больше административная, чем рыночная. И вот, фактически, и, вот, грубо говоря, вот эти основных два симптома, что ли, этой вот хронической болезни, ее, в общем, и необходимо было решать. И, как раз таки, что интересно, я же говорил о том, что у нас, по большому счету, то ведь, вот, накапливание дисбалансов, потом катастрофическое их какое-то устранение, нахождение некого снова макроэкономического равновесия, значит, происходило регулярно. Так вот, интересно, что, почему же у нас постоянно, вот, вот, как это колесо, да, работала эта система постоянного воспроизводства одного и того же кризиса, по сути дела. То есть, вот мы искусственно стимулируем рост ВВП, за счет, ну, такого волшебного механизма, как государственные инвестиции в рамках госпрограмм, да, фактически, директивное кредитование, ровно настолько, насколько, значит, ресурсов для внутренних инвестиций, внутренних ресурсов меньше, соответственно, это может быть финансироваться только из внешнего сектора, ну, это очевидно, да, что если, как бы, то есть, превышение внутренних инвестиций над внутренними сбережениями, это и есть отрицательная сальдо текущего счета платежного баланса. Как только накапливались эти дисбалансы во внешнем секторе, рано или поздно они снимались, девальвации, там, и так далее. Так вот, интересно, почему же, вот, в чем вообще заключен был механизм постоянно вот это вот, где-то же он, значит, был в какой-то ДНК нашей экономической системы заложен, что мы постоянно, значит, с упорством достойного лучшего применения на эти грабли наступали? как мне кажется, что он заложен был механизм не только в нашей экономической системе, если взглянуть на, там, систему поощрения безудержного потребления в США через, там, практически нулевые процентные ставки и выдача кредитов кому не по пути, да, то, в общем-то, не мы одни такие веселые ребята, подталкивающие, там, национальное потребление вверх-вверх-вверх всеми, всеми возможными способами. Вот, если же чуть-чуть сказать о том, о чем вы уже упомянули, да, для меня тот уровень зарплаты, на который мы вышли после девальвации, в районе 330 долларов, как бы, в среднем на человека, он был равновесный. Он был равновесный тогда, когда, собственно говоря, сальдо платежного баланса приходило к нулю при нем. То, что мы сегодня разгоняем его до 500, да, и то, что мы опять заявляем, как бы, какие-то глобальные инвестиционные государственные проекты, типа, массового строительства молочных ферм, и типа 50-процентного увеличения ввода жилья в следующем году, для меня, как бы, это симптомы все того же поведения, которое было на протяжении всех тех лет. Ну, там надо лезть в детали, на самом деле, потому что планы-то планами, а что будет, на самом деле, это вопрос такой еще неочевидный, потому что очень много это ведь говорилось даже в конце прошлого года, ай-яй-яй, как же так, значит, приняли 5,5% планы, значит, прогноза роста ВВП на 12-й год, ну и где этот 5,5% рост ВВП? Я думаю, примерно то же самое будет с 50% значит, увеличением жилищного строительства, потому что, если смотреть по источникам, которым предполагается обеспечивать этот прирост, ну, весь этот прирост он должен финансироваться за счет средств населения, средства населения, на самом деле, существенно уменьшились по сравнению с тем, что было до кризиса. Позвольте ввести еще раз составляющую, но если мы отследим то, что сейчас происходит на рынке жилищного строительства, то у нас заявлено о том, что меняется вся целиком его функционирование, то есть заявлено о госзаказе на жилье, да, госзаказ на жилье должен функционировать в нерыночных условиях, и, собственно говоря, даже тот льготник, который раньше приходил за кредитом, сегодня он будет просто получать там ключ в руки и нагруженный, как бы, кредитный договор, да, то есть для меня эта ситуация... Это не сильно меняет, в действительности это не сильно меняет существо дела, опять же, по той простой причине, что в конечном счете все упирается, в общем, в платиспособный спрос. Вот, рассчитывать на то, что он вырос там от года к году на 50%, ну, честно говоря, маловероятно. Особенно с учетом того, что действительно, как бы, категории льготников очень резко сокращаются, и причем процесс этот не завершился, еще по-прежнему продолжают эти списки очень резко сокращать. Так вот, я просто к тому, что, то есть тут одно дело слова, да, риторика, совсем другого дела, что, в общем, как бы, по делам их узнаете, да, то есть вот как раз-таки пример этого года о том, что, и я, в общем, главным-то, что ли, как бы ставку-то и делал на то, что, когда планы на 12-й год принимались, то, в общем, очевидно было, что там заложены внутренне противоречивые были параметры, и как раз-таки я рассчитывал на то, что, в общем, выберут задачу все-таки сохранения макроэкономической стабильности, вот, и ровно настолько, насколько планы по наращиванию роста, там, доходов и роста ВВП будут противоречить этой задачи сохранения стабильности, ровно настолько эти планы будут, грубо говоря, выброшены, ну, как оно, в общем, и случилось. То есть, могло, конечно, случиться и по-другому, могли, там, сами себе сделать харакири еще один кризис, рукотворный создать, но вот это вот не случилось. Это, кстати говоря, один из, с моей точки зрения, вот, важных итогов этого года, это то, что удалось отстоять, в общем, вот, как бы, завоевание, что ли, осени прошлого года, когда выяснилось внезапно, для наших экономических властей, выяснилось, что все наши проблемы, которые были, они снимаются, в общем, двумя вещами, умеренно жесткой денежно-кредитной политикой и рыночным плавающим курсом белорусского рубля. И вот, как бы, ровно до тех пор, пока в этом году эти две вещи, в принципе, от них отхода не было, то есть, ровно в этом смысле можно считать, что итоги года были позитивными. так вот, возвращаясь к механизму, собственно, вот, производства этих реформ и контрреформ, да, стабилизации и снова дестабилизации. Я тоже как-то пытался, значит, вот, описывать его, потому что я однажды имел возможность наблюдать похожую вещь еще в самом первом цикле, когда у нас в 95-м году, первая половина 95-го года, это была самая первая антикризисная программа, программа там макростабилизации, потому что там дикая совершенно инфляция была там в январе, но это все результаты президентских выборов, раздачи там слонов и так далее. Вот. И как раз-таки ведь получается, какая ситуация, проблема в конечном счете снова кроется вот в этом вот нереформированном казенном секторе, когда предприятия привыкли существовать в условиях практически, ну, скажем так, мягких бюджетных ограничений, а по большому счету практически в отсутствии бюджетных ограничений, да, когда, собственно говоря, в общем, они, ну, то есть как только наступала некая макростабилизация, а наступала она, как правило, ограничением именно роста кредита экономики реальному сектору из банковского сектора и в том числе повышением до положительного в реальном выражении процентных ставок, естественно, этим предприятиям становилось больно. И тут же, значит, а поскольку они обладают достаточно хорошим политическим весом, лоббийским потенциалом, тут же направлялись гонцы в Совминок и, как правило, они говорили примерно на следующее, что у вас там за монетаристы засели в Нацбанке, у нас тут, мол, предприятие стоит, зарплату нечем платить. И наступал период ослабления вот этой самой жесткой денежно-кредитной политики, в конечном счете происходил возврат снова к этому рассеиванию денег по полям, как это все и было. Так вот, интересным, как раз таки, наиболее, что ли, главной интригой для меня этого года это был момент, не сработает ли этот механизм снова, не вернемся ли мы вот примерно к такой же этой ситуации. То есть, продержатся ли, во-первых, против лоббистского давления, ведь всегда есть два, что ли, блока у нас, надо понимать, в наших, как бы, экономической власти. Это, с одной стороны, блок финансовый, который отвечает в том числе, как раз за макро-равновесие на денежном и валютном рынке, и есть блок, который отвечает за реальный сектор экономики. У них задача совершенно другая, им нужно показывать высокие темпы роста, выпуск там и так далее, и так далее, занятости и все остальное, ну и зарплаты в том числе. Вот, так вот, не произойдет ли отката от жесткой денежной криптовой политики? Как видим, не произошло. Более того, она на самом деле оказалась даже жестче, чем по планам, которые были на этот год, потому что мы же помним, что ставка рефинансирования при инфляции, которая в принципе попадает в прогноз, прогноз был около 22%, мы примерно около 22% инфляции по году имеем. И как раз где-то примерно 23-25% предполагалось будет ставка рефинансирования, что мы видим сейчас на 30%. Это довольно, существенно как бы выше, чем планировалось, и как раз таки это говорит о том, что Нацбанк не боялся грубо говоря нарушить то, что было записано в основных направлениях денежно-кредитной политики, понимая, что в общем это меры важные для сохранения стабильности. Если позволите, я вам тут клянюсь. С точки зрения абсолютно такой реальной экономики, приближенной к жизни, это все выглядело достаточно драконовски. То есть до где-то примерно сентября месяца те сигналы, которые шли из, скажем так, от наших экономических властей, как вы и называете, говорили о том, что экономика разгоняется, ВВП все еще за счет печатания новых денег, как бы, ребята, у нас все хорошо, и этот разгон как бы происходит, и все мы дружно, люди, занимающиеся производством, серьезным и так далее, они рассчитывали на то, что так будет продолжаться дальше. И в сентябре сработал стоп-кран. Ну, естественно. И на сегодняшний день, понимаете, все эти проекты, которые были заряжены на какую-то перспективу такую нескамичную или полугоднюю, то есть проекты по серьезному там, опять же, строительству или выпуску каких-то таких долгосрочных вещей, они все, ну, в таком легком ступоре, потому что в сентябре краник выключили, и 28 число на дворе, 27 его не включили назад. Что говорит о том, что Национальный банк победил как бы тот самый промышленный блок. Так вот, смотрите, вот ведь фокус-то в чем? Опять же, одно дело слова, другое дело дела. Ведь в действительности у нас, как строго говорят, а ведь не настолько уж, я, правда, хотел немножко позже к этому вопросу прийти, но насчет вот как раз-таки бюджетной политики, насчет вот разговоров о том, что мы все-таки как бы стимулируем экономический рост. В действительности я бы сказал, что было два момента, когда, скажем, попытка была вот что-ли, ну, подстегнуть экономический рост. Это было не постоянно, это было четко видно, поскольку от недели к неделе приходилось эти все вещи комментировать, было видно, что это было примерно две такие попытки. Значит, когда по итогам подвели итоги первого квартала, стало ясно, что там не получается, скорее всего, даже при том, что там не важно, что там в компонентах, понятно, что там и жилищное строительство было специально сделано таким образом, чтобы в январе получить его хороший рост, то есть там специально была незавершенка декабря для того, чтобы получить переходящий остаток и тут же компонент в ВВП давал довольно большой вклад. Ну и понятно, эти растворители-разбавители, я, кстати, много раз в передаче их рассказывал о том, что их основной вклад не сколько финансовый, сколько вклад как раз-таки в рост ВВП, потому что юридически все эти схемы были сосредоточены в Витебской области, на нашем НПЗ, и там в один из периодов там даже, значит, воловой региональный продукт Витебской области давал рост плюс 20, там, по-моему, 1% год к году. Это вот на пике, значит, существования этой схемы. Это вот весна этого года. Так вот, попытки было две. Одна это была около мая, вторая это была где-то примерно около августа-сентября. Значит, и мы сразу помним, чем это все моментально, как бы, как отреагировал финансовый сектор. то есть, вот эти мини-валютные паники, когда начался рост курса, и, правда, его довольно быстро, там, Национальный банк сумел ситуацию, в общем, взять под контроль. Хотя, опять же, эта ситуация была действительно весьма опасная, потому что мы же знаем, что такие вещи, они могут становиться самоподдерживающимися, просто через механизм воспроизводства паники. Вот, и тогда, как раз, в общем, и я, в том числе, большое количество времени потратил на то, чтобы объяснять, что, в общем, еще рано впадать в отчаяние, никакого вот кризиса валютного нету. Это не что иное, как просто результаты вот попытки стимулировать этот экономический рост. И как только становилось ясно, что это тут же моментально напрягает, то есть, ставит под угрозу, причем, моментально ставит под угрозу вот эту вот макро-стабильность, и это, как раз-таки, очень интересный результат посткризисный, потому что, как раз-таки, переход на рыночный курс привело к тому, что, значит, если раньше у нас вот эти дисбалансы могли накапливаться годами и потом прорываться резко, то сейчас мы видим, что этот временной лаг сократился буквально до нескольких месяцев. Ну, это, безусловно, положительный эффект. Конечно, конечно. На учении в 2011 году. Так, естественно. И как раз-таки у финансового блока появляются аргументы, к которым можно, грубо говоря, ходить там, ну, к президенту, как к арбитру, и говорить, смотрите, нет, я все понимаю, конечно, у вас там важно 5,5%, ну, вы же видите, что происходит? Там, то, что творилось на рынке межбанковском, да, вот этих межбанковских кредитов в октябре. Ну, это вообще самостоятельно. И... Один знакомый банкер приходил и говорил о том, что мне уже нет смысла выполнять требования Национального банка, потому что штрафные санкции по ним ниже, чем, как бы, цена этих денег. О чем речь, да. Вот. Но, опять же, это было, то есть, это был, как бы, то есть, лечение это было понятным, да, вопрос только в дозе был. Ну, то есть, понятно, что, в общем, как бы, по крайней мере, важно было то, что у нас банк, как минимум, уже имеет рычаги, которыми он, в общем, достаточно эффективно с такими вещами справляется. Так вот, я как раз и хочу сказать о том, что в действительности, то есть, скажем, я думаю, что это в том числе была ошибка бизнеса рассчитывать на то, что, вот, мол, сейчас, вот, вот август-сентябрь, это вот, ну, действительно сейчас пойдут и там, и будут выполнять эти планы там по экономическому росту и действительно пойдет стимулирование роста кредита экономики и так далее, и так далее. Я думаю, что это, в общем, скорее просто была ну, неверная ставка, потому что, с моей точки зрения, уже, во-первых, уже тогда было нарушение даже запланированных вот в этой так пресловутой, как, значит, премьер наш называл, матрицы кредита антикризисного фонда Еврозес, там же был один из контрольных параметров, это как раз рост требований банковского сектора к реальному сектору. Мы его уже тогда, значит, к осени уже превзошли. То есть, фактически было понятно, что на кону стоит еще и вопрос 440 миллионов долларов, значит, транша этого, значит, декабрьского фонда, кредита этого фонда, то есть, тут еще дополнительно на кону стоял вопрос о том, чтобы как-то, ну, более сдержанно себя вести. Вот, так вот, что интересно, значит, вот, еще раз говорю, два, вот, основная интрига была, то есть, сумеют ли, вот, сумеет ли вот этот вот нереформированный, скажем, казенный сектор, или просто предприятия, которые привыкли жить в условиях, когда им, в общем, выделяют средства, тогда столько, сколько они хотят, да, то есть, смогут ли они приспособиться к тому, что, самый главный вопрос был, это нужно было сказать, что, ребята, все, дальше так не будет. Учитесь жить так, значит, живет весь нормальный бизнес, да, у которого, значит, вот стоимость ресурсов, вот они ограничены, вот они возвратные, и так далее, и так далее. И вот это как раз был очень важным моментом, избавиться вот от этой вот, двухчастной вот этой вот системы, такой гетерогенной, и создать общее правило для всех. Это безусловно, но что вы видите, то есть, как бы, кроме заявления о том, что я вам денег больше не дам, и так далее, в реальности что происходит? Так вот, что интересно, я хочу сказать, что вот был изобретен, ну, и вы же наверняка это знаете, в реальном секторе, был изобретен способ обхода в действительности этих ограничений. Вот что получилось? Значит, высокие процентные ставки, как плата за безобразие, значит, в прошлые месяцы, там, годы, значит, необходимые условия возврата доверия к национальной валюте, привело к очень большому дифференциалу процентных ставок по валюте и рубля. Соответственно, выгодной стала схема финансироваться валютными кредитами. Абсолютно, понятно, приходишь в банк, получаешь валютный кредит, живешь под 10% годовых, при условии стабильности курса, как бы... Совершенно верно. А и плюс, как Национальный банк говорил, то есть, выгодным просто стала, на самом деле, даже просто моментальная конвертация полученная. Ну, это злодейская вещь, потому что бизнес, как бы, приносящий 35% годовых, это хороший, качественный бизнес, а тут, как бы, ты имеешь возможность, просто положив в банк, иметь те же деньги. И это, как бы, разрушает, в общем-то, предпринимательскую инициативу, по большому-то счету, если это продлится долг. Но фактически, фактически-то ведь, что получалось, да, что, что, у Национального банка главной ориентирующей стоимости денег это ставка рефинансирования. В конечном счете, вот, итоги этого года показывали, что, в общем, у него все время, то есть, она не выполняла функцию, на самом деле, этого регулятора. То, процентные ставки были существенно ниже, как помним, с февраля, когда произошло это падение, когда пришел, привлеченный, вот, как раз таки, этими дифференциалами процентных ставок по валюте и рублям, пришел спекулятивный капитал, в том числе, кстати, иностранный. То есть, классический корритрейт, ну, понятно, да, то есть, приходят иностранные деньги, тут конвертируются, вкладываются в какие-то краткосрочные инструменты, причем, главным образом, это были как раз таки инструменты изъятия ликвидности самого Нацбанка, который, то есть, получалось, что он, в общем, видя, что пришли средства на рынок, вынужден был, фактически, их на свои депозиты или там проводить аукционы, значит, по изъятию этой самой вот ликвидности, да, фактически платил им эти деньги, совершенно безрисковая доходность, с учетом того, что курс относительно стабильный, эта доходность превращалась в валютную, вот, где-то примерно к апрелю Нацбанк с этим справился, то есть, ставки там снова вернулись где-то примерно там около, там между 20 и 30 процентами, потом получился еще один момент перелета, когда уже там до 50-60 доходило, это как раз вот борьба с спекулятивными позициями, в том числе против рубля, потому что там зря, кстати, банки жалуются, они на самом деле это, во многом и сами себе эту ситуацию создали, когда решили, что вот, собственно говоря, начался период ослабления беларусской рубля, значит, нужно на валюте сидеть, потом, потому что неизвестно, по какой цене мы ее купим, ну и в общем, она сбраскала, извините, ребята, значит, если у вас не хватает рублей, потому что вы в валюте сидите, продавайте валюту, и будут у вас рубли. Но беда-то была в том, что это происходило в течение дня, то есть, грубо говоря, решение сегодня, как бы его использование завтра, это не происходило, как бы прогнозируя ему. Ну, это, на самом деле, это беда, конечно, нашего вот этого межбанковского, вообще нашего финансового рынка, потому что он такой, как мы видим, он очень неглубокий, да, и по объему неглубокий, и по временному горизонту, то есть, ведь как раз таки оказалось, что, в общем, приток весьма небольшой, ну сколько там, 10 триллионов примерно в белорусских рублях было вот этой избыточной ликвидности, и из них какая-то часть, ну допустим, треть даже была связана с, скажем, с иностранными деньгами, то есть, не очень большие деньги, пришедшие на наш рынок, способны так вот существенно оказывать влияние на вот эти процентные ставки. И ровно так же, что мы получили, значит, сентябрь-октябрь, когда тоже выяснилось, что, в общем, рынок на самом деле очень неглубокий, и, конечно, это проблема, и развивать его еще надо, но это, в общем, дело, конечно, тоже не ближних каких-то месяцев, то есть, так быстро это не получится. Так вот, я что хочу сказать, что, то есть, получилось так, что, с одной стороны, вроде как и положительные результаты, с другой стороны, все равно не, то есть, способ обхода, вот таких вот, ну что ли, скажем, вот, по факту, то, что Национальный банк хотел, чтобы были общие правила для всех, они все равно не получились. Все равно, нашлась лазейка, которую они, кстати говоря, сейчас закрывают, вот этим вот последним решением о том, что валютные кредиты будут выдаваться, ну, по крайней мере, они утверждают, что это временное решение, только на осуществлении внешней экономической деятельности. Но это должно прижать опять экономический рост. То есть, это должно опять прижать, как бы... Да, разумеется, но фокус-то в чем, что задачу, нет, задачу у нас банка, я великолепно понимаю, он просто хочет вернуть себе, то есть, рычаги, чтобы ставка рефинансирования была, то есть, ставка, которая определяет стоимость денег, чтобы, и тогда уже действительно можно будет ее двигать каким-то образом и видеть, что она будет там влиять на стоимость кредитных ресурсов. Если там сделать один шаг, как бы в этих рассуждениях, то получается, что мы опять пытаемся, вот этот самый нереформированный госсектор, загнать в правила рыночной экономики. Тем самым. Он сопротивляется, борется. Разумеется. Так вот в этом и была основная интрига, смогут ли что-то с этим сделать. Мы видим, что вроде как, ну, наполовину или даже на три четверти, да, эта цель, в общем, была достигнута, что на самом-то деле, по крайней мере, ослабление денежно-кредитной политики жесткой не произошло, да, что лоббистские, в общем, как бы их усилия достаточно эффективно отбили. Мы же помним эти моменты, когда в середине года, там Семашко выступает и говорит о том, что там, ну, все равно ставка будет там к концу года 22 процента. Давайте сейчас ее сделаем 22 процента. Да, чего будем ждать, да, зато рост экономически пойдет. Вот. Так вот, как раз-таки важным, еще раз говорю, важным моментом было то, что после того, когда вот эта, скажем, старая модель, да, вот такого быстрого роста, на который постоянно при, значит, что ли, прерывается вот такими вот, значит, катастрофическими просадками, то есть понятно, что тенденция-то в целом, она получается не очень-то такая крутая, да, линия, да, то есть гораздо выше вот эти вот периоды роста между ними, чем в среднем, из-за того, что вот этот спад постоянно происходит. Вот мы оказались в ситуации, когда мы теперь эту пилу нарисовать не можем, у нас получается вот эта вот плавная линия вблизи вот этих двух процентов, которые, похоже, и есть примерно среднесрочный, долгосрочный потенциал того, что в нынешних условиях, в нынешней структуре наша экономика способна рожать. То есть больше, пожалуй, нет. Вообще говоря, может быть, даже и два уже много, потому что мы видим, что последние два квартала, это идет существенное замедление. Там некоторые отысли даже в минусе уже работают. Ну, они работают в минусе, но я, раз уж у нас тут шел разговор о ставке рефинансированной, я не могу не задать один вопрос. Вот в моменте 96-го года, когда товарищ Кириенко пришел и сказал всем, так, ребята, так работать не может ничего, да, насколько я помню, тогда ставки по ГКО российской, может быть, меня поправите, были в районе 70% годовых. Ну, они и выше даже были, они были за сотню доходят, 120, я помню. В тот момент. Сегодня у нас как бы планомерно, постоянно ставка рефинансированная в районе 30%. То есть, Национальный банк как бы изымает избыточную ликвидность по 30%, что, собственно говоря, накапливает обязательства в эти 30%, и это не та ставка, которая может обеспечиваться, скажем так, каким-то реальным бизнесом. То есть, в конечном итоге, это в конце концов все равно должно куда-то вылиться. Так, вопрос как раз же, нет, разумеется, но, во-первых, значит, надо иметь в виду, что, значит, у него сейчас, то есть, Национальный банк не озабочен проблемами реального сектора, он озабочен вопросом очень простым, а именно сохраняющимся высокими девальвационными и инфляционными ожиданиями. Ведь фокус-то в чем? Получается, что, с одной стороны, бизнес жалуется на то, что очень высокие процентные ставки работать невозможно, а с другой стороны, при этом сам же, значит, фактически является субъектом раскручивания вот этих самых инфляционных и девальвационных ожиданий, да, что там, скажем, ой, там начался там рост на 200 рублей в день в течение недели, ой, все, значит, надо там бежать. Соответственно, так сказать... Ну, у нас, смотрите, как, у нас нет такого понятия, как бизнес в лице, там, одного или десяти человек, да, бизнес, как бы, подчиняется тем же законам, что подчиняется толпа, бегущая покупать, как бы, валюту. Так, разумеется. Так вот, о чем речь идет, что до тех пор, пока будут сохраняться вот эта вот реакция дрожи в коленках, на малейшее изменение, там, в ту или иную сторону, ставки такими и будут, тут с этим ничего не сделаешь, потому что, в конечном счете, задача стоит именно борьбы с потенциальной паникой из таких... То есть, до тех пор, пока у нас 60% депозитов в иностранной валюте, да, до тех пор, пока у нас все еще мы это считаем, да, у нас же национальная денежная единица, это УЕ, все равно все переводят в эти вещи. Тут с этим ничего не сделаешь. И ровно до тех пор, пока... Ведь задача Назбанка, на самом деле, научить всех, и в том числе объяснить, что, ребята, ну, там, обжегшись на молоке, дуйте на воду. Ну, не будет того, что было там в одиннадцатом году, не будет ровно до тех пор, пока сохраняется, как я уже говорил, насчет процентной ставки в реальном положительном выражении, и до тех пор, пока курс определяется спросом и предложением на бирже. И более того, он-то как раз, если внимательно читать последние высказывания насчет официальных лиц из Назбанка, вот буквально свежая была прямая линия Ермаковой на Белте, вот, она, правда, там особо ничего нового нет, она повторила то, что говорили ее замы, но там есть такой очень интересный момент, фраза такая, Назбанк будет постепенно уменьшать свое присутствие на валютном рынке. Что это означает? Понятно, что у нас, как я уже говорил, рынок не очень глубокий, да, то бишь, приход там и уход крупных сумм, да, потенциально способен приводить к довольно резким скачкам. В принципе, если мы вспомним осень, где-то сентябрь-октябрь прошлого года, там так и было, там же было довольно серьезное движение, там было сначала там около 9 тысяч, там 8 600, потом 7 700, потом снова 9 тысяч, потом снова 8 с половиной. Вот, в конечном счете Назбанк решил, что ну, пожалуй, это не есть хорошо, немножко дезориентируют как бы экономические агенты, вот, и он начал, в общем, как бы участвовать достаточно активно на этом валютном рынке с тем, чтобы эти колебания сглаживать. Что, естественно, тут же навлекло на него, там, обвинение в том, что, ай, вот он манипулирует, там, и так далее, и так далее. Ну, опять же, значит, как я уже говорил, для того, чтобы проверить, является ли курс, который образуется рыночным, достаточно легко сравнить его с курсом на альтернативных площадках, он точно такой же, который, скажем, конвертация через биржу или конвертация через то, чем пользовались активно во время кризиса, через курс счета прибалтийских банков, там одинаковая, в принципе, сумма, что означает, что, в общем, курс, по факту, он рыночным является. Ну, и плюс, самое важное, что золотовалютные резервы не тратится для, как бы, нет-то сальдоопераций примерно нулевое, что говорит о том, что общий результат, опять же, вполне рыночный. Так вот, ровно до тех пор, пока это будет сохраняться, ничего страшного, то есть, нет механизма даже создания вот того, чего вы боитесь, то, что случилось там в 11-м году. Понятно, что люди всегда готовятся к прошлому кризису. Безусловно. Но, понятно, что он всегда никогда не происходит именно потому, что они к нему готовятся. То есть, он всегда произойдет другим способом. И вот по мере того, как вот эти вот ожидания, неизбыточные ожидания того, что кризис будет снова такой же, а у нас же, мы же знаем, есть еще и, помимо всего прочего, любители постоянно комментировать о том, что ну вот обязательно сейчас вот что-нибудь там произойдет. Или там вот точно знаю, что вот там запланирована там девальвация там в октябре там и так далее, и так далее. Вот по мере того, как... По традиции мы все готовимся к 1-му января. В общем-то, через 4 дня должно очередной раз что-то случиться. Очевидно, что ничего не случится. И вот может... Но самое смешное, что при этом это не мешает нам научиться тому, что ну... Ну в конце концов, ну надо же привыкнуть, что, в общем, скорее всего, та ситуация, которую мы сейчас видим, она надолго, что не будет какого-то обвала там в самом... в самом ближайшем или даже среднесрочном периоде, что вот с этими правилами и придется жить. Так вот, что выяснилось, что, значит, мы оказались... Раз у нас, да по факту, механизм вот этого волшебного механизма стимулирования роста, который у нас был в рамках финансирования госпрограмм, он фактически сейчас очень резко ограничен. Мы видим, как только пытаются его использовать, тут же начинаются вопросы, его тут же откатывают назад. Значит, соответственно... А это был практически единственный механизм, который у нас, в общем, рост и создавал. Получается, что мы оказались в ситуации низкого роста и, соответственно, в ситуации, откуда взяться повышению доходов. То есть, грубо говоря, надо быть готовым к тому, что на многие годы вперед примерно то же самое будет, что есть. И в ситуации, опять же, много раз об этом говорили, серьезной разницы в заработных платах с нашими соседями, уже не говоря там на запад, но на восток даже, в два-три раза. По аналогичной позиции можно получить работнику заработную плату сразу выше. Естественно, это приводит к тому, что отток квалифицированных, причем мобильных, самых нормальных рабочих кадров, конечно, он моментально начинает происходить. Что потенциально создает очень большую проблему, классическая ловушка бедности, когда просто, грубо говоря, мы можем потерять то, с помощью чего, в общем, этот экономический рост может создаваться. И вопрос уже даже будет не в этой самой пресловутой модернизации, к которой мы еще придем, не в качестве рабочих мест, не в новых линиях, а просто кем работать будет на этом периоде. И когда стало это понятно, и опять же, ведь вопрос-то в чем? что это вот пример того, как стабилизация произошла, но стабилизация прошла на довольно низком, в общем, уровне. И низость этого уровня определяется как раз то, о чем мы говорили, вот этим самым неэффективностью вот самой вот этой системы экономической. Не в том, что предприятия там плохи, да, или там у них там станки старые, а в том, что вот такова система, грубо говоря, распределения ресурсов, когда в конечном счете даже зачастую выгодным там бизнес-планом в этом казенном секторе было быть убыточным предприятием, потому что в этом случае ты получал возможность субсидии, там, дотации, прощения долгов и так далее. То есть совершенно искаженная система стимулов. Ну и плюс, когда у нас за счет успешных предприятий поддерживались те, которые постоянно эти деньги теряли. Понятно, что, в общем, это понижало эффективность экономики в целом. Да, и основной вывод, который был сделан, причем сделан всеми, великолепный был совершенно, значит, в апреле издан там чуть ли не по-моему 130, около 130 страниц страновой отчет Мирового банка как раз-таки о состоянии крупных государственных предприятий в Беларуси. Великолепный совершенно отчет, там практически все там сказано, что и проблема значит неправильной структуры цен, когда предприятия-поставщики, находясь ниже по цепочке, их ценообразование идет от издержек, у них нет никакого стимула эти издержки снижать, они их передают наверх, и только последнее головное предприятие, которое чаще всего является экспортером, оно находится в рыночных условиях и вынуждено как-то, значит, соответственно, более-менее конкурировать. Этий совершенно нет. Да, плюс к тому, вот эта структура цен такова, что она еще приводила к тому, что в принципе она могла быть совершенно произвольной. Это вот как в Советском Союзе, грубо говоря, могли, скажем, вот как у нас получалось, молокопереработка искусственной реализации. Вот меня всегда это радовало, про молокопереработку, сыр и вопросы цены всей этой истории. Вот. И когда стало ясно, что без структурной перестройки невозможно повышение эффективности экономики в целом, то есть задача, которая, в общем, стоит перед всеми, увеличение эффективности. А понятно, что повышение эффективности означает, помимо всего прочего, еще и сокращение вот этого казенного увеличения рыночного сектора, то есть просто увеличение рыночной направленности экономики. Понятно, что для наших, в общем, властей, в силу каких-то идеологических причин, этот путь не очень приемлем. Тут же начали придумывать палеотивы, какие-то, значит, там, эрзации. Поначалу, значит, сначала, вообще, я помню, там, Совмин занимался классической итальянской забастовкой, президент говорил, ну, надо же, как-то же что-то, и ничего там не происходило. В конце концов, не выдержали, значит, и, по-моему, да, это было в середине года, начало июля, постановлением Совмина приняли программу развития промышленного комплекса на периоды 2020 года. Вроде как, значит, пожалуйста, вот нужна вам программа, вот вам программа, вот, понятно, что написана она совершенно, в общем, безобразно, то есть, там такое лоскутное одеяло, первое треть ее, это такой, в общем, что ли, реферат аспиранта экономического вуза о том, что такое, в общем, структурная перестройка, модернизация, как она делается, все это, значит, собрано там в братскую могилу, вот эта первая часть, теоретическая, а дальше, дальше, значит, несмотря на то, что декларируется о том, что нужно как-то повышать эффективность, на самом деле, снова перечисляются все, которые и так уже были у нас, инвестиционные проекты, которые фактически консервируют старую структуру экономики. А дальше мы начинаем смотреть, какие же средства нужны для того, чтобы эта программа на период до 20-го года, это всего лишь 8 лет, а там на минуточку 90 миллиардов долларов требуется для того, чтобы все эти планы, там что-то порядка 200, там с чем-то инвестиционных проектов, то есть перечислили все, скинули туда все, вот, при этом из этих 90 миллиардов треть должна быть иностранных инвестиций, за 8 лет 30 миллиардов, откуда вы возьмете, если у вас едва полтора набирается в год, то есть понятно, что эта программа была написана для того, чтобы, ну вот она есть, ну скорее всего ее никто особо не реализует, и когда, а ответом на то, что, ну надо же что-то делать с изменением, вот в том числе вот этой ценовой структуры, у нас придумали великолепный способ, а давайте мы все вот это, вот всю вот эту цепочку технологическую, а мы ее-то все в холдинг засунем, и теперь это будут цены не внешние, а будут цены внутренние, и вроде как спрятали задачу, то есть ее уже не видно, это вот примерно как в квартире, можно, значит, подмести, да, а можно пыль, значит, подкрывать просто ее, значит, замели, и вроде как внешне чисто, вот, и как раз таки дальше получается очень интересный момент, то есть вот это вот, с одной стороны, вот это холдингомания, который, это такой способ, что ли, ну вот вам говорят, ребята, ну вот классный, кстати, классный был момент, я считаю, что вот эта вот очень совершенно упущенная вещь в этом году, это то, что когда мы имели высокие процентные ставки, которые фактически сдерживали де-факто инфляцию, это было четко видно, многие говорили, что как же так, не может быть, чтобы она полтора процента была сама там, значит, в месяц, вот, смотрим статистику, мы видим, что в действительности регулируемые цены растут быстрее, чем нерегулируемые, и это идет от месяца к месяцу, что говорит о том, что там большая доля в этой инфляции еще и, то есть на самом деле она даже меньше могла бы быть, то есть рыночные цены росли медленнее, что это, то есть была великолепный, скажем так, в этих условиях великолепным был момент для того, чтобы просто-напросто провести радикальную ценовую либерализацию, не было бы такого серьезного скачка цен, потому что и так уже эти цены упирались по факту в ограничение платежеспособного спроса доходов населения, которые были на руках, не сделали этого, вместо этого законсервировали эту внутреннюю структуру цен в этих холдингах, но они же холдинги еще, помимо всего прочего, решают еще одну важную задачу, а именно они создают гораздо менее прозрачные, гораздо менее понятные бизнесы, которые потом гораздо сложнее приватизировать, безусловно. То есть очевидно, что и эта задача в том числе тоже стояла для того, чтобы этот путь как бы затруднить, потому что для меня, когда я помню, ведь начало года ознаменовалось тем, что закончился мораторий на обращение акций приватизированных предприятий, который долгое время был. Казалось бы, ну вот сейчас у нас начнет развиваться фондовый рынок, все время ждал подвох, когда же он появится. Пожалуйста, подвох, 30 марта, совещание у президента по вопросам приватизации, это когда уже стоял вопрос, а где же этот список предприятий, из которых мы наберем 2,5 миллиарда долларов необходимой, совершенно верно, вот этой самой матрице антикризисного фонда, и тут президент выступает, говорит, никаких больше списков может приватизировать. Объясни, но это, конечно, все было классно, что приватизироваться теперь может любое предприятие. Это все так, но порядок-то вернулся к тому, который был до существования списка, а он такой, что там приватизировать что бы то ни было, это нужно, я не знаю, годы для того, чтобы... То есть по факту это все было остановлено. И в этой ситуации получается, что, значит, вот как бы наша власть оказалась вот на такой развилке. С одной стороны, пришло некое осознание, причем когда это, особенно когда это осознание пришло, когда вот эта вот растворительная схема закончилась, когда стало ясно, что вот это действительно давало большой вклад еще и в рост ВВП. Как только стало понятно, что идет торможение, что не то, что там не 5% хорошо, если там 3% мы получим к концу года, а сейчас и 2%. Надо что-то делать. С другой стороны, инструменты, которыми попытались воспользоваться, как раз первое полугодие, заканчивается растворительный бизнес, август, начинаем пытаться, значит, возвращаться к этим самым механизмам стимулирования экономического роста. То, во что вот бизнес поверил, что сейчас будут возвращаться к старым практикам. Попробовали, получили серьезное напряжение на валютном и финансовом рынке, откатили назад. Стоит вопрос, что же делать? Долго сохранять ситуацию такого дифференциала доходов тоже нельзя. Соответственно, идти на структурные реформы нельзя, по причине того, что с точки зрения наших властей это потеря контроля управляемости экономикой. И вообще, это все голые рыночные непонятные теории, нам их подсовывают с запада, и вся эта структурная перестройка это все для того, чтобы по дешевке распродать. Это зло, безусловное такое. Да, конечно. Поэтому мы должны придумать некий свой креативный ответ, и вот этим креативным ответом был план модернизации. Когда каждое предприятие к первому января должно иметь план модернизации. Причем, там ведь потрясающе все, как у нас работает безотказно эта бюрократическая машина. Идет поручение из администрации президента в Совмин. В Совмине говорят, да, конечно, все, сейчас мы сделаем. Сейчас мы в рамках концернов проведем защиту бизнес-планов этих модернизаций. Концерны там спускают еще ниже на уровень местных органов власти. Там еще провести, значит, защиту. И в конечном счете все сводится к тому, что мы недавно видели на вот это вот, когда было совещание по деревообработке, да, когда, значит, директор, ты мне должен, значит, сделать предприятие. В конечном счете все сводится к тому, к результату нашего взаимодействия с китайцами, когда мы представляем 150 бизнес-планов, из которых один рабочий, второй еще можно посмотреть, а 148 из них, в общем-то, как бы, можно смело выкинуть как бы мусорку. Это, кстати, это очень старая еще проблема. Я ведь помню еще вот в 90-е даже годы у нас существовала такая программа привлечения иностранных инвестиций. Там постоянно было, сумма все время была одной и та же, 2 миллиарда долларов. И при этом ни один проект, которым нельзя было по-нормальному предложить иностранному инвестору, потому что, ну, грубо говоря, там настолько безобразно там бизнес-планы готовились, например, а нам надо еще построить одно здание. Спрашивают, а зачем? Ну, вот просто, чтобы было. Ну, понятно, но вся эта структура, все это прохождение стоит времени и денег. У нас заканчивается, я так понимаю, что эфир, а хотелось бы перейти к какому-то такому прогнозу на будущее, что больше всего интересует тех, кто смотрит эта передача. Так вот, как раз в прошлой передаче я пытался сделать некий вывод о том, что же у нас, собственно, ну, что же у нас в итоге получилось, какую же модель, то есть, какой бы мы выбор сделали, потому что, ну, скажем, выхода, в общем, из той потенциальной ловушки бедности, в которой мы оказались, на самом деле, в общем, всего два. Это либо действительно радикальные экономические перемены по повышению эффективности экономики в целом, да, либо можно было снова вернуться к старым практикам создания вот иллюзий богатства. То есть постепенно, незаметно превратить этот курс в управляемый, фиксированный, снова заняться, значит, вот, этой стимулированной экономического роста в рамках госпрограмм, благо у нас теперь банк развития под это дело создан, плюс еще там в 200 раз его уставной капитал увеличивают, буквально свежие решения, ну, пожалуйста, в общем, сколько хочешь там и работай. И, в принципе, может быть, даже в течение какого-то периода, в общем, можно было бы показать темпы экономического роста, которые там мы привыкли видеть. Но вопрос-то в чем? Как я уже говорил, период-то вот работы этой схемы остается все короче. А у нас-то ведь дедлайн, мы же понимаем прекрасно, он внеэкономический, это 15-й год, а эта схема до 15-го года может не дотянуть. Вот же в чем вопрос. Поэтому это, скорее всего, плохое решение, значит, от него отказались. С другой стороны, идти на правильное решение нельзя. Значит, мы, как обычно, придумали свое решение. Значит, с одной стороны, значит, наш ответ к структурной перестройке экономики это вот нечто аналогичное тому, что было в середине 80-х годов ускорение социально-экономического развития. Давайте ничего не будем менять, структуру сохраняем ту же самую, но при этом на каждое из предприятий закупим там по новой технике. И, конечно же, от этого, видимо, должно стать всем лучше. Хотя мы знаем, что эти зачастую закупленные эти линии, они там стоят... Да, конечно, конечно. Так точно так же, в общем, и в конечном счете ускорение тогда Горбачевское и закончилось, когда стало ясно, что надо перестройкой заниматься, а не ускорением. Вот, раз, сохраняются структуры экономики, но при этом же автоматически сохраняются и низкие зарплаты. То есть, они станут высокими только, ну, предположительно, по крайней мере, по мысли наших властей. Я не уверен, что они там станут такими, что вообще это, что наше ускорение не постигнет та же участь, что постигла и ускорение. Но на этот период же надо что-то делать, да, соответственно, придумал вот этот механизм, волшебный механизм, девятый декрет, значит, привязки работника к предприятию. Зачем ему уходить, потому что потом он получит хорошие деньги. И дальше получается еще один интересный момент. А может, тогда уже и модернизацией-то не надо заниматься? Получается, что у нас, как бы, мы создали такой, условно говоря, военный госкапитализм. Вот, когда у нас доходы низкие, но при этом это, значит, не дает возможности этому работнику никуда уйти. То есть фактически он, значит, как к крепостной предприятию привязан. Вот так может и модернизация не нужна. Низкая стоимость рабочей силы. Это практически и есть тот самый китайский путь, который мы так любим говорить, да. То есть искусственность сжатия внутреннего спроса, искусственно низкие доходы работников для того, чтобы повышать, скажем, конкурентоспособность нашего продукции на внешних рынках. И в такой ситуации это модернизация, ну, то есть, как сказать, соблазн эту модернизацию растянуть и до 15-го и дальше. Но у нас дверь открыта. То есть у нас, как бы, в отличие от Китая можно, как бы, сегодня сесть в поезд, завтра быть в Москве и, как бы, забыть про этот госкапитализм как страшный сон. военный госкапитализм. Сложно сказать. Пока я вижу, вот получается, на самом деле, такая очень действительно парадоксальная ситуация, что вот такой вот этот наш креативный ответ, он на самом деле, ведь он противоречит всему тому, что вот весь вот этот прошлый год происходило. Ведь что получилось, грубо говоря, ведь главное достижение вот кризиса 11-го года, это то, что по крайней мере закончились споры относительно того, ну, каким лекарством лечить нашего вот этого хронического больного, да, то есть вопрос остался в дозировке. Ну, вот, значит, степень жесткости инижнокредитной политики, там, степень участия нацбанков в валютном рынке. Ну, были, в общем, механизмы, которые были уже рыночные, вопрос как бы действительно дозировки. Так вот, что, так вот в итоге, что получилось? Мы к моменту этих решений на самом-то деле получили, вот я, эту вещь, по-моему, еще ни разу не проговаривал, получился такой очень интересный момент. С одной стороны, скажем, в условиях жесткой денежно-кредитной политики, значит, остается, но бюджетная эта политика остается в руках вот тех людей, которые управляют реальным сектором. То есть, они формально могут в рамках вот этих самых там квазибюджетных механизмов, тех же самых депозитов там Минфина в нацбанке, то есть, в рамках госпрограмм начинать финансировать свои, эти самые, значит, этот экономический рост. Мы видели, что это тоже создает напряжение на, так сказать, на валютном и финансовом рынке, соответственно, делает денежно-кредитную политику более жесткой, чем она должна была бы быть в нормальной ситуации. А дальше, вот как раз-таки ответ, я понимаю, что, значит, реальный сектор плачет, но не весь, потому что для тех, значит, у кого нога, у кого надо нога, придуман еще один волшебный механизм, компенсация процентных ставок за счет средств бюджета. Сергей, если можно, у нас осталась одна минута, на самом деле, зрители, которые нас, надеюсь, смотрят, интересуют такой абсолютно прямой и прозрачный прогноз. Сейчас, минуточку, я просто очень хочу довести вот эту логическую цепочку до конца. То есть, что происходит? Значит, придуман механизм, который для избранных позволяет вот эту вот жесткость, избыточную жесткость денежно-кредитной политики скомпенсировать, опять же, путем бюджетной политики. Но это зло. И дальше, что происходит? Ведь что получилось? Изначально проблема была докризисная, из которой надо было избавляться. Это неравные условия хозяйствования для разных предприятий. Мы вместо, то есть, по итогам вот этого года мы получили еще более неравные условия. То есть, увеличили только, значит, это неравенство. С одной стороны, вроде как придумали морковку и для частного сектора. Если вы будете там выполнять, помните это, там, создание рабочих мест с добавленной стоимостью там, выше там, 60 тысяч, значит, на одного, там, по добавленной стоимости на одного работника, то тогда мы вас тоже в эти все программы включим. Что, с моей точки зрения, очень большая ловушка, потому что, скорее всего, те, ту планку выдерживают очень тяжело в нынешних условиях. А это потенциально может привести к тому, что потом власти скажут, смотрите, мы же вам навстречу пошли, там, а вы, мол, не сумели этого ничего сделать. То есть, мы оказались в ситуации, скажем так, вот наш больной, грубо говоря, он выздоровел от краткосрочных каких-то проблем, но долгосрочно мы даже скорее ухудшили ситуацию. мы еще сделали еще менее прозрачной структуру, на самом деле, ценообразования, мы сделали менее прозрачной структуру собственности, и мы еще больше, на самом деле, сделали неравенство функционирования вот этих самых двух секторов нашей экономики. И вопрос, понятно, что вот этот вот, когда весь год спор уже шел фактически не о мерах, а о дозе, вдруг внезапно появляется решение, это по принципу там гордьего узла, да, значит, не решать, а разрубить. То есть вот оружие массового поражения, декрет номер 9, да, модернизация там до 15-го года и все под ружью. И при этом, в общем, понятно совершенно, что мы еще более преувеличенной ситуацией начала этого года окажемся в следующем, потому что если на этот год у нас планировалось 5,5% экономического роста, на следующий это 8,5% экономического роста. Понятно, что не будет его и близко даже. И основной вопрос, когда станет ясно, что и в общем наше ускорение это в общем-то не работает, ведь эта штука сама по себе очень опасная, потому что это в общем ускоренное закапывание денег в те же самые убыточные предприятия, которые... Только в два раза быстрее. Совершенно верно. Иными словами, мы еще сильнее подорвем свой вопрос фактически, когда это все случится, когда это сознание произойдет. во времена Советского Союза, сколько там, по-моему, в шестом году ускорение объявили, по-моему, уже к восьмому или девятому году уже стало ясно, что ускорение не работает, уже должен к перестройке появился. То есть, грубо говоря, года два тогда понадобился. Но в Советском Союзе, наверное, все-таки запас прочности был больше, чем у нас сейчас. Поэтому я думаю, что как раз-таки содержанием следующего года это будет вопрос того, если, потому что на полном серьезе начать осуществлять вот эту модернизацию в рамках вот этого крепостнического капитализма, да, такого по западной модели, то мы на самом деле в общем окажемся веще... То есть, от нас побегут люди, деньги, все остальное, все, что может побежать, все, что как бы не контролируется. Это к вопросу о чем? Что кризис, который нас ожидает, если мы вот по такому пути пойдем, как я уже говорил, он совершенно не такой, как кризис 11-го года. Ждать, что это будет какой-то там, значит, обвал рубля или там высокая инфляция на самом деле нет. Скорее, самая большая опасность это как раз-таки то, что может с этими предприятиями произойти, когда они фактически будут еще более обескровлены и в общем, да, выяснится, что сопротивляясь приватизации, да, как бы мы в конечном счете будем вынуждены уже за гораздо меньше и деньги, чем могли бы быть и продаваться. Сергей, ну все-таки на фоне вот этого всех больших таких стратегических вещей сидят наши зрители и также я сижу и думаю, цифры, курс доллара, инфляция, ставка рефинансирования. Понятно, что прогнозировать на сегодняшний день это гадать вот на моей кофейной гущей, но все-таки во что вы верите? Понимаете, все сильно зависит от того сценария, из которого вы исходите. Я все-таки как и в следующем году, как и в этом, исхожу из того, что все-таки приоритетной задачей будет все-таки сохранение макростабильности в случае, если будут начинаться какие-то вопросы, она будет главенствовать. Мало кто хочет быть, скажем, источником нового рукотворного кризиса, понятно, то есть еще если... Потому что тут вопрос ответственности сразу встает. Вот. Поэтому говорить на год сложно на самом деле, потому что скорее всего по итогам полугодия могут последовать какие-то очень серьезные выводы относительно того, что и модернизация не работает, и роста экономического того не получается, особенно с учетом того, что у нас вся первая половина этого года была эффект высокой базы. то есть... Безусловно. Вот. Если не будет никаких кадровых перестановок, что в принципе возможно, потому что чуть ли не все инсайдеры говорят о том, что судьба правительства Мясниковича чуть ли не предрешена, чуть ли не в январе значит там зреет отставка, что... Вот это с моей точки зрения один из самых негативных сценариев, что... Потому что... В чем он негативен? Потому что ведь фактически что случилось... Главный-то вывод, в общем, что вот это правительство оно на своей шкуре прошло через весь этот кризис и ну хоть чему-то да научилось. Они примерно понимают, что можно делать, а чего нельзя. Люди, которые могут прийти на смену, они таким вот что ли капиталом человеческим не обладают. Это очень большая опасность потерять вот это институциональное знание. Вот. И тогда, конечно, вполне возможно и возврат к той модели, про которую я говорил, попытка дотянуть до 15-го года попросту возвратом к старым практикам. Я все же думаю, что значит, если исходить из прогноза по инфляции, я думаю, что у Нацбанка есть все инструменты для того, чтобы его исполнить, ровно так же, как он исполнил прогноз на этот год. Это 13%? Я думаю, что да, где-то от 10 до 20, меньше 20, это будет однозначно. Соответственно, и ставка рефинансирования вероятнее всего именно в силу того, что, ну, должны же в конце концов эти девальвационные ожидания постепенно сойти на нет, когда стало ясно, что даже какая была, сколько было разговоров, ай, ой, там закончились этот растворительный бизнес, сейчас там с курсом наверное что-то случится, не случилось. Вот. Поэтому, в принципе, я даже, пожалуй, готов согласиться примерно с теми целями, которые... Около 20. примерно так. К концу года. И, исходя из этого, значит, если у нас, по-моему, заложен среднегодовой курс на следующий год 9-150, что, в принципе, если даже предполагать его линейные изменения, это говорит о том, что конец года меньше 10-100%. То есть, это вот наиболее, мне кажется, будут, скажем, реалистичные вещи. Но это, опять же, в случае, если... В случае, как бы... Многих запятых, но вероятность этого больше, чем вероятность какого-либо другого из сценариев. Разумеется. Именно, когда делается прогноз, приходится выбирать тот, который наиболее вероятен. Я все-таки исхожу из того, что, ну, как бы разум-то, в общем, как в этом году, он будет продолжать относительно торжествовать. То есть, самоубийством заниматься мы не будем. Вот. Поэтому, вот, примерно такие цели где-то на следующий год. То есть, если ничего страшного не произойдет, год будет 13-й очень похож на 12-й. Хорошо. Спасибо. Спасибо вам. Как мне кажется, была очень интересная беседа. Да, уважаемые пользователи портала Тутбай, сети зрителей, сети слушателей, программа «Экономика на пальцах» в этом году с вами прощается. Это был 87-й выпуск. Следующий выпуск, вероятнее всего, будет 10-го января, или когда там у нас там второй четверг месяца. вот. Спасибо за внимание, спасибо, что были с нами все, и этот час, и все эти годы. Оставайтесь с нами и дальше. С вами был Сергей Чалый, Марина Шкелёнок, и... Спасибо каналу Тутбай за такую возможность. Мне было очень интересно. Надеюсь, что это не последний раз я в этой студии. Поздравляю всех пользователей портала Тутбай, зрителей Тубай ТВ с наступающим Новым годом. И хочу пожелать работайте на себя, и все будет хорошо. Спасибо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok